Большое спасибо всем, кто принял участие в нашем голосовании. Вы можете видеть результаты сейчас на экране. 37 участников ответили, что да, им приходилось сталкиваться с неправомерными заимствованиями в научных и учебных работах. То есть большинство участников с этой проблемой знакомо. И это лишний раз подтверждает то, что мы не случайно сегодня здесь с вами собрались. Ну, давайте обо всем по порядку. С вами компания «Антиплагиат». Меня зовут Ольга Беленькая. Я буду модератором сегодняшнего онлайн-семинара. Я руководитель учебно-методического центра компании «Антиплагиат». И очень рада познакомиться также с вами. Я вижу, что многие участники уже в чате представились. Если вы этого еще не сделали, пожалуйста, тоже представьтесь. Напишите, куда вы, из какого города, из какого университета или из какой организации. Я тем временем расскажу, какой у нас будет сегодня порядок работы. Ну, во-первых, чтобы вам было удобнее работать сегодня на онлайн-семинаре, вы можете прямо сейчас скачать программу. Для этого вам нужно открыть вкладку «Файлы». Это иконка с листочком бумаги, с таким загнутым уголком, прямо вот над видео ведущего. Если вы подвигаете мышкой, вы ее найдете. Зайдите, пожалуйста, на вкладку «Файлы». Там вы увидите файл с программой. Ему можно кликнуть на три точки и скачать. И скачать. Здесь же в этой вкладке по ходу нашего семинара будет появляться доступ к презентациям спикеров. И те презентации, которые вам наиболее интересны, вы тоже сможете себе скачать. Далее. Продолжительность нашего сегодняшнего семинара составит приблизительно два часа. Все участники обязательно получат видео, обязательно получат ссылки на презентации спикеров. Это произойдет буквально в течение двух-трех рабочих дней, чтобы мы успели обработать видео. И участники, присутствовавшие на семинаре от начала до конца, получат наш электронный сертификат. Вопросы ваши приветствуются. Большая просьба задавать вопросы на специальной вкладке. Она так и называется «Вопросы». Посмотрите, пожалуйста, обратите внимание, это иконка белая с вопросительным знаком. Чтобы ваши вопросы не потерялись в чате среди других сообщений, чтобы мы на все вопросы ответили. Помимо наших уважаемых спикеров, сегодня на ваши вопросы также отвечают наши администраторы Ольга Филипова и Сергей Дерюгин. Поэтому смотрите на какие-то вопросы, может быть, ответ дан письменно. Чат просим использовать просто для общения, для обмена мнениями. Там же будут для вас полезные ссылки по ходу вебинара. И здесь же можно писать о технических проблемах. Но будем надеяться, что все будет в порядке, технических проблем у нас не возникнет. Для одобрения спикера, для благодарности спикеру у нас имеется огонек. Он находится внизу, в нижнем правом углу экрана вашего. Пожалуйста, да, вот я вижу, что его нашли. Большое спасибо, да. Можно нажать, попробовать и убедиться, что все у вас работает. Так, ну вы видите, да, вы видите, что у нас происходит в чате. Мы активно знакомимся. Давайте я не буду зачитывать, хорошо, чтобы не тратить драгоценное время. Так, и сейчас я хочу пригласить в эфир Юрия Викторовича Чиховича, исполнительного директора компании «Антиплагиат», кандидат физико-математических наук для приветственного субтитрова. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо за представление. Я с большим удовольствием приветствую всех участников онлайн-семинара для Республики Узбекистан. Сам раньше, до пандемии, с большим удовольствием бывал в Узбекистане, в Ташкенте. Надеюсь, что, так сказать, все невзгоды, они останутся позади, и опять появится возможность ездить и встречаться лично. Но пока такой возможности нет, мы, так сказать, не хотим простаивать, не стоим на месте и проводим сегодня наш национальный онлайн-семинар. Я буквально пару слов скажу, скажем так, почему вообще проблема актуальна, и немного прокомментирую результаты опроса. Если честно, я с проблемой неправомерных заимствований, с проблемой плагиата столкнулся в 2005 году. И вот я был шокирован. Наверное, если бы меня накануне спросили, задали такой же вопрос, сталкивался ли я с плагиатом лично, наверное, я был бы среди тех 21 человек, которые сказали, что нет, не сталкивался. Ну, потому что, наверное, мне так везло на тот момент, может быть, еще проблема не стояла так широко, по крайней мере, я не подозревал о тех масштабах. В 2005 году мы, еще не имея антисистемы антиплагиат, только разрабатывая эту систему, мы провели исследование, небольшое исследование в московских вузах, выявили, что две трети работ, попавших в исследование, они не просто содержат какой-то плагиат, какие-то элементы. Это были работы, полностью скопированные из интернета, с заменой только титульного листа. Вот для меня в 2005 году это был шок. Ну и, собственно, наверное, этот шок послужил некой такой отправной точкой, почему с тех пор мы, ну вот я и вся наша компания, мы занимаемся проблемами обнаружения заимствований, проблемами обнаружения плагиата, и, скажем так, стараемся не просто развивать инструмент, но и выносить эти проблемы на общественное обсуждение. И вот сегодня как раз один из таких примеров, один из таких онлайн-семинаров, где мы будем обсуждать эти вопросы, почему эта проблема и как с этими проблемами необходимо бороться. Я не буду долго останавливаться на проблеме, я думаю, что после того, как мы сегодня проведем наш онлайн-семинар, даже те, кто с проблемой ни разу не сталкивался, для них тоже станет понятно, что проблема есть и как к ней подходить. Я прошу запустить, если я правильно понимаю, у нас сейчас мы запустим второй опрос. Давайте еще один вопрос мы зададим, просим вас на этот вопрос ответить. Результаты говорят сами за себя, да, вы видите, что 35 участников, это большинство, выбрали вариант о том, что проблема академического плагиата сегодня серьезно тормозит развитие национальной науки, препятствует выходу на международный уровень. 14 участников отметили, что да, проблема присутствует, но не является особо острой. И 21 человек считает, что проявляется скорее как отдельный случай в работах недобросовестных авторов. Ну вот, два человека, можно позавидовать, да, это те счастливчики, которые считают, что проблема не актуальна совсем. Ну, мы надеемся, что сегодняшний онлайн-семинар, да, повлияет на вашу позицию, нам удастся донести всю важность проблемы. Ну вот я бы хотел обратить внимание, что ровно пополам, если не считать тех двух человек, которые считают, что проблема не актуальна вовсе, то у нас ровно пополам разложились голоса, 35 человек считают, что действительно проблема серьезно влияет на ситуацию в целом в республике Узбекистан, ну и 35 человек считают, что такой является, ну скажем так, какой-то локальной проблемой, то есть не особо острой. То есть это либо отдельный случай, либо, в общем, примерно здесь порох. Окей, да, это интересная информация, вот это по ощущению, и в том числе и для нас, как для разработчиков системы, как для людей, которые общаются с коллегами в разных регионах, мы попробуем это учесть и попробуем как-то помониторить ситуацию, как она изменится в дальнейшем. Отлично. Тогда давайте мы перейдем к программе, непосредственно к программе нашего онлайн-семинара. Я хотел бы с большим удовольствием пригласить к выступлению нашего коллегу, профессора Ташкентского университета информационных технологий, доктора технических наук, профессора Марата Алимовича Рахмадулаева. Спасибо за организацию такого вебинара, который является очень актуальным, я думаю, особенно сейчас для Узбекистана. Я в основном хотел остановиться на некоторых вопросах научной этики, которые, ну, и плагиат занимает в этом вопросе очень важное место, и все-таки привязать к тем вопросам, к тем актуальным темам, которые происходят в Узбекистане, так как я сам являюсь преподавателем университета и как бы эту проблему знаю изнутри. Ну, в Узбекистане в настоящее время проводятся полномасштабные реформы в сфере высшего образования и стремление поднять рейтинг ВУЗов на международном уровне. Повышение рейтинга ВУЗов – это не самоцель, это лишь количественные меры оценки. Главное – это, конечно, повышение качества подготовки кадров. И формирование авторитета и рейтинга ВУЗов происходит годами, даже десятилетиями. Как известно, главные критерии оценки рейтинга, вот QS, например, это значительное внимание к репутации ВУЗов в академической среде. То есть мнение экспертов весит почти 40%. Она складывается из разных составляющих – научной, педагогической кооперации, выполнение совместных проектов, участие на конференциях, обсуждение актуальных тем, многолетное наблюдение экспертов за деятельностью ВУЗа и так далее. Следующий критерий – это вклад в мировую научно-исследовательскую деятельность и качество преподавания – 20%. Вклад в исследовательскую деятельность определяется как индекс цитирования научных открытий ВУЗа, рассчитанные на каждого его сотрудника. И отсюда можно сделать вывод, что активная научная деятельность ВУЗа и высокий уровень публикационной активности, культуры, грамотность, оформление научных трудов – это важные показатели для оценки его деятельности. Здесь я привел некоторые аспекты, которые очень актуальны и важны, и над которыми наш Университет информационной технологии довольно активно занимается, особенно наши кафедры информационно-библиотечных систем. Это аспекты, связанные с публикационной активностью, источниками научных знаний, научные издания и их этические принципы. И я так ввел такое понятие «воспитательный аспект», потому что все-таки это немаловажный фактор. И когда говорят «научная этика», это довольно широкое понятие. Это добросоветное отношение к научной работе, включая подготовку и выполнение научных проектов, это и написание научных статьй, диссертационной работы, соблюдение авторских прав. Так как мы сегодня больше внимания уделяем вопросам плагиату, то я в ракурсе научной этики больше хочу уделить внимание именно этой проблеме. Публикационная активность. С одной стороны, мы хотим повысить, конечно, уровень числа публикаций в высокорейтинговых научных журналах, а с другой — эти публикации, чтобы отвечали этическим нормам, не содержали плагиат. Да, это источники научных знаний тоже имеют немаловажное значение, потому что мы должны при написании научных работ, и диссертационных работ, и научных статей использовать те важные научно-образовательные источники, которые имеют определенный вес. То есть те научные журналы с высоким импакт-фактором, и имеют довольно, так сказать, большой вес, а не просто скачивание информации из интернета. Научные издания тоже имеют немаловажное значение, особенно сейчас в Узбекистане, и их этический принцип. Повышение престижа национальных изданий ВУЗа в республике имеет значение не только для повышения самой публикационной активности сейчас, но и для повышения рейтинга ВУЗа также. И вот я там отметил определенный воспитательный аспект. Я вообще за то, чтобы инструменты обнаружения плагиата служили не столько как подпорка, так сказать, такого карательного меча как эффективные средства воспитания начинающих ученых, студентов, специалистов. Вот я просто хотел привести некоторый пример из жизни нашего университета. Вот лет пять назад в университете была внедрена интегрированная система антиплагиат с информационно-библиотечной системой, с электронной библиотекой, выпускных работ и магистерской диссертации. Это не международные, так сказать, это просто внутренние. Это было очень сложно реализовать его первые два года, когда посыпались, в общем-то, много жалоб не только от студентов, но и преподавателей. Они пытались объяснить нам, что даже 40-50% плагиата в работах допустимы, что при обзоре и первых написания первых главов могут быть целые предложения абзаца, которые цитируются. На самом деле это был период апробации самой системы. Воспитание как студентов, так и преподавателей. Вот мы эффект почувствовали только вот где-то на третий год, когда этот эффект стал очевиден, потому что резко повысился уровень самостоятельности выполнения работ. С одной стороны, там, страх быть обнаруженными, с другой, восстановление этики выполнения работ сыграли положительный рост. И сейчас уже гораздо меньше процента выпускных работ и диссертации магистрантов, которые содержат очевидный плагиат, и качество студентских работ повысилось по нашим оценкам. Что касается научной системы высшего образования. Кого касается, в принципе? Вот примерно сейчас в системе высшего образования у нас более 25 тысяч преподавателей. И более полторы тысячи человек поступают в докторантуру ежегодно. Это существенный сейчас показатель, потому что интерес к научным исследованиям, заниматься научной, наукой, защищать диссертацию существенно повысился. Около тысячи диссертантов защищает диссертацию. Значит, вот в этом году общая квота на прием высшего учебного заведения превысила 140 тысяч человек. На программы магистратуры принято 10 643 учащихся. И вот сейчас в системе высшего образования более 100 научных изданий. То есть те, которые занимают. Я почему это привел в вот эту статистику? Просто чтобы показать масштаб. Это кого касается научная этика? Кто должен быть заинтересован в использовании системы антиплагиат? И кого это в общем смысле и не только при научной исследовательской работе, но и при подготовке к образовательному процессу? То есть кого это касается? Значит, наша кафедра провела определенные исследования еще где-то в начале 2019 года, в прошлом году до пандемии и в рамках форума по публикационной активности мы сделали опрос. И в опросе принимали участие около 500 участников. Это в основном докторанты высших учебных заведений системы Академии наук. И первое, ну, так сказать, самое наибольшее количество тех, которые указали на факторы, которые влияют на публикационную активность, это отсутствие опыта публикации в высокоретиями журналов. То есть, дело в том, что многие ну, нету, не знают, не имеют, так сказать, определенных навыков по написанию научных статей именно для публикации высокоретинговых научных журналов. Как анализировать, как делать правильно цитирование, как использовать ценный научный материал и как формировать саму статью по требованиям международных стандартов. Ну, вы видите другие факторы, там, второй фактор, там, незнание английского языка, которые требуют, ну, для именно публикации научных статей. Нет навыков написания самих научных статей просто, так сказать, даже в местных изданиях, ну, и другие факторы. А также был опрос, вот, какие же основные источники научно-образовательной информации используются для научно-педагогических деятельностей. Вы видите, что из 500 человек 360 и более 360 человек, они прямо пишут, что используют открытые ресурсы интернета. То есть, это не те источники, которые рецензируемых научно-образовательных ресурсов, а те, которые, ну, в открытом доступе, это в Google в основном, и в первую очередь они доверяют этим источникам информации и, соответственно, их цитируют и вставляют и нередко используют как свои идеи. Вот. Библиотеками пользуются там меньше половины, это я имею в виду библиотека учреждения. Другие библиотеки имеются в виду это Национальная библиотека или там Академия наук, Фундаментальная библиотека Академия наук, это всего из 500 человек это 150 человек и так далее. И, к сожалению, только вот примерно 20-25-30 процентов использовали ведущий доступ к ведущим издателям научно-образовательной информации. Конечно, эта статистика сейчас в 20-м году это больше существенно, потому что у нас сейчас имеется больше доступа к научно-образовательным базам данных ведущих издательств мира. Для активной и продуктивной работы научными статьями и диссертациями большое значение имеет это, конечно, наличие ценных источников информации, наличие навыка по грамотному поиску в базах данных ведущих издательств и научно-открытых ресурсов. Умение проводить анализ ценных источников мировых источников научно-образовательной информации и наличие навыков грамотно формулировать свои мысли, описать результат анализа и полученные результаты, научные достижения. То есть вот эти элементы имеют очень важное значение для молодых исследователей, докторантов, тех, которые хотят писать научные статьи, диссертационные работы на должном уровне. Сейчас вот за последние 2-3 года многие университеты, все университеты, вернее, системы высшее образование и научные центры Академии наук имеют доступ таким ресурсам, как Эльзивир, некоторые имеют доступ Эпско Information Services, базам данных диссертации ProQuest, но это в основном небольшое количество, 14-15 наших библиотек, включая Национальную библиотеку, почти все университеты и научные центры Академии наук имеют доступ Springer Nature, это очень богатый информационный источник, некоторые имеют доступ к Oxford University Press, базам данных диссертации RGB, можно получить доступ через Национальную библиотеку Узбекистану. И вот это конечно очень важный аспект для того, чтобы мы могли бы использовать эти ресурсы для того, чтобы создавать свои качественные научные статьи, диссертационные работы. Еще один вопрос, который был сделан, это «Что вы считаете наиболее ценным для повышения уровня научных исследований, публикаций, защиты диссертаций?» И многие из опрошенных указали, что наиболее важным является обеспечение доступа к электронным научно-образовательным ресурсам ведущих зарубежных изданий. Это 26% указали, что это один из самых важных аспектов. Второе, это проведение семинаров, тренингов по написанию научных статей, диссертаций, так как это является одним из важных препятствий того, что многие и докторанты, к сожалению, и магистранты, и соискатели ученых степеней еще не в полной мере научились писать научные статьи на таком уровне, чтобы можно было публиковаться в высокорейтинговых научных журналах из списка Scopus и Web of Science. То есть это тоже имеет соответствующее значение. Значит, я еще хотел остановиться на одном аспекте, то, что я указывал, это научные журналы высших учебных заведений. К сожалению, большинство научных журналов, мы специально анализировали их, и сборников, они не отвечают современным требованиям, представлениям, оформлениям, формата, нет строгого рецензирования статей, их анализа, проверки на плагиат. Вот очень часто мне приходят приглашения для участия на некоторых конференциях с публикацией тезисов и формирования сборника научных трудов. И вот эти сроки приема статьи, тезисов, докладов колеблются в пределах от одного месяца до одной недели. То есть очевидно, что эти тезисы совершенно не рецензируются, а просто отправляете и они публикуют. Я рассматривал эти сборники тезисов и обнаружил, что очень много не просто отсутствия научной новизны в этих тезисах, но и просто грамматических ошибок полно. Редакционный совет, редакционные коллеги не являются международными, не включают ведущих ученых, специалистов данного пробы. Это тоже имеет определенные значения. и поэтому это немаловажный фактор также для повышения публикационной активности и качества наших научных статей. Поэтому редакционный совет должен придерживаться определенных базовых этических принципов. Это руководство лишь критериями оригинальности, научной значимости, актуальности самих текстов. Не допускать наличия плагиата, всеми доступными способами то, что подается для этих наших научных журналов. Объективно нужно оценивать все поступающие материалы, быть принципиальными в этом плане, обеспечить конфиденциальность всех материалов, поступивших на рассмотрение, и гарантировать отсутствие личных интересов в работе с материалом. Вот это важные моменты, на что я думаю, что это необходимо уделять вниманию. И в конце я хотел своего доклада, хотел привести там некоторые выводы. Это я то, что я с самого начала говорил, что это имеет очень важное такое как бы воспитательное значение, потому что нужно научную этику преподавать уже, я думаю, на старших классах средних школ или на первых курсах высших учебных заведениях. Там начало уже студенты должны привыкать этим требованиям и знать, что такое научная этика. Если можно, тогда необходима разработка научно обоснованной методики написания научных трудов для разных уровней учащихся исследователей, преподавателей. И развитие очень важно имеет значение развитие научных школ, потому что именно научные школы являются основой поддержки научной этики и развития важных научных исследований. Это бесспорно. Также второе это доступ к мировым источникам научно-образовательной информации и включая аналитические системы. Это дает возможность грамотно и избирательно подходить к ресурсам, получать примеры подготовки и оформления научных статей. И это принцип тот, что чем больше мы читаем ценные научно-образовательные информации научных статей из ценных и высокорейтинговых научных журналов, тем больше мы сами создаем, тем больше мы сами пишем ценные и грамотные научные статьи и диссертационные работы. Повышение уровня научных изданий республики. И я за то, чтобы наши издания отвечали международным требованиям, как по форме, так и по содержанию. Есть у нас уже несколько десятков журналов, которые следуют этим принципам и постепенно стараются подготовить эти свои и ставить свои требования и собирать свои номера этих изданий по требованиям, которые позволили этим журналам войти в список с КОПОС. И соответственно, я думаю, что в этом направлении сейчас идет определенный прогресс, и эти журналы могут поднять престиж своих изданий на довольно высокий уровень. Также последнее, это, конечно, нужно иметь надежную систему проверки на плагиат. Наличие системы позволяет повысить уровень научной этики, самостоятельность и качество проводимых научных исследований. В конечном итоге повысит авторитет и рейтинг вуза. Вот все, что я сегодня хотел вам сказать. И большое спасибо за внимание и за приглашение на этот международный вебинар. Большое спасибо Марат Оливкович за интересное выступление. Вы знаете, очень интересно, коллеги, буквально неделю на логичной. Марат Оливкович, не уходите, к вам есть вопрос, я сейчас озвучу. Вернитесь к нам, пожалуйста. Так вот, у нас было на Казахстане и пришли тоже к выводу участники, что начинать нужно с первого курса заниматься вот именно этикой, а лучше даже со средней школы. Вот вывод был очень похожий. Так, у нас есть вопрос. Да, пожалуйста. Так, я аспирантка Тометского государственного университета. Каковы требования к оценке научных материалов, редактируемых вашей компанией? Какова должна быть роль прията в интеллектуальной деятельности? Я думаю, что это не ко мне, наверное. Это компания антиплагиата, скорее всего. Ну вот второй вопрос. Не совсем какова должна быть роль плагиата в интеллектуальной деятельности? Хотелось бы, чтобы вообще этой роли не было, если честно. Вы прокомментируете? Лучше бы его вообще не было бы. Я как раз докладе этому и посвятил. Вот это есть понятие научная этика, которая должна быть основана на элементах воспитания. Не метод дубинки, а метод определенного поощрения. Я когда говорю элементы воспитания, соответственно, вот антиполагиат, система антиполагиат должна показать, что есть инструмент обнаружения. Первое, вот что реагировали мои студенты, когда им указали их плагиат, то, что они почти на 40-50% просто списали то, что было защищено предыдущие годы студентами и магистрантами, и бакалаврами, но это было такое очень шоковое состояние сначала, но это цепная реакция. На следующий год это вот передается, студенты передают эту информацию будущему поколению таким образом, и они прекращают это. То есть, да, я имею в виду, поэтому плагиат вообще не должно быть, потому что плагиат приносит антитворчество, будем считать. Люди, особенно студенты, докторанты, они перестают творческие мысли, они привыкают к тому, что бери, скачай и вставляй, это самый удобный способ. Конечно. Есть какие-то еще вопросы? Так, вопросов пока больше нет, но я думаю, что, может быть, вопросы появятся еще по ходу семинара. Марат Алинович, большое спасибо. Легия, мы движемся дальше, и я передаю слово Юрию Викторовичу Чиховичу, исполнительному директору компании Антиплагиат Компания 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 Тема выступления Система Антиплагиат отвечает современным вызовам. Хотел бы прокомментировать выступление Марата Алиновича. Если честно, я буквально впечатлен вот этой формулой плагиата равно антитворчество. По-моему, это совершенно шикарный образ, и если можно, будем дальше его использовать. Потому что настолько ярко показать, почему плагиат это плохо, по-моему, это просто великолепно. Юрий Викторович, у нас, к сожалению, грузится файл с презентацией, поэтому я предлагаю начать с конца. У нас есть уже вопросы во вкладке вопросы. Может быть, мы начнем тогда с вопросом. Да, вот, ну, просто мы приносим свои извинения к вам. Чтобы сэкономить время, давайте начнем с вопросов. Вопрос от Игоря Викторового. Планируется ли в Узбекистане обеспечение странового у вас такой план в системе, как обеспечение, например, 100 организаций и далее? Знаете, вопрос в большей степени зависит от регуляторов и от их политики закупки системы. Мы готовы к любому варианту. Мы можем поставлять систему и в рамках странового доступа, можем поставлять и индивидуально в каждый буз. То есть, здесь по большому счету в каком-то смысле это зависит не от нас. У нас вообще, в принципе, я не очень большой сторонник такого странового доступа. он на мой взгляд снижает, как-то не парадоксально, снижает качество тех систем, которые поставляют. Потому что есть в мире несколько систем обнаружения заимствований. Антиплагиат, мы уверены, это лучшее средство для обнаружения на русском языке, но тем не менее дать возможность и другим коллегам участвовать и предлагать свои решения мы считаем правильными. Есть вузы, которые преподают на разных языках и лишать кого-то возможности выбирать решения, подходящие для него, я считаю, что это неправильно. Но тем не менее, в каком-то смысле это вопрос на уровне Министерства образования. Так, вот также хотел бы прокомментировать вопрос относительно каковы требования к оценке научных материалов видимо от нашей компании Антиплагиата. Вы знаете, мы тема оценки это достаточно объемная тема, ей посвящено что-то буду говорить сегодня об оценке и я, что-то расскажет Ольга. В принципе, у нас есть вебинары, которые в целом посвящены оценке работ. Эта тема не такая простая, как может показаться первоначально, то есть в любом случае оценка работ не сводится к тому, чтобы загрузить работу и посмотреть на процент. Вот это точно плохой путь. Вот какой путь правильный, что-то расскажем сегодня и приглашаем на наши вебинары, которые проходят каждую неделю. вот здесь скорее такие вопросы больше частные. Здравствуйте, антиблагиат не распознает цитаты, как именно цитированный источник с определенной ссылкой, ведется ли работа в этом направлении. Да, у нас сейчас ведется работа по подсветке источников, которые отмечены в списке публикаций, в списке литературы. Я думаю, ну то есть мы постоянно совершенствуем систему, у нас есть, например, просто выделение цитат, в этом году, в начале этого года у нас появился такая возможность, как выделение самоцитирований, и я надеюсь, что в следующем году у нас появится, в составе нашей функциональности появится возможность подсвечивать особым образом те фрагменты текста, которые выделены из источников, отмеченных в списке литературы. Вообще говоря, конечно, в идеале, да, система должна все разложить по полочкам и показать пользователю. Естественно, пока это скорее больше инструмент для исследования, чем такой критерий и простой детектор, простой тест. Но работы в этом направлении ведутся. Итак, давайте приступим. Современные информационные технологии принесли в нашу жизнь очень много полезных вещей. Это и возможности общения. Мы с вами сейчас пользуясь информационными технологиями, находясь на расстоянии тысячи километров, общаемся между собой, вы имеете возможность участвовать в вебинаре, в котором разные докладчики находятся, ну, может быть, за тысячу километров друг от друга, и слушатели также находятся в самых разных местах. Появилось и появляется огромное количество информации, новой информации архивной, есть возможности поиска по этой информации. Постоянно развиваются технологии открытого доступа. Все больше и больше произведений оказывается в открытом доступе, и это здорово. Но для кого-то все информационные технологии в каком-то смысле сводятся, ну, или, по крайней мере, значительная часть этих технологий сводятся к двум кнопкам копии и пейс скопировать и вставить. И в результате так сказать, вот эти, ну, скажем так, люди, которые ведут себя таким образом некорректно, фактически не привносят какого-то нового знания, какого-то нового результата в нашу жизнь. Принято, ну, принято на западе такая калька от западной терминологии называть эту проблему проблемой плагиат. Но я придумал, мы компания антиплагиат смотрим на проблему несколько шире. Дело в том, что под плагиатом, в классическом его понимании, в классическом значении этого слова понимается присвоение авторства чужого текста или иных результатов. И в этом случае страдает только автор или правообладатель. То есть он считается пострадавшим лицом, у него забрали его текст, его результаты, ему причинен какой-то ущерб. Но на самом деле, на самом деле проблема намного шире. Проблема заключается в том, вот если ее можно как альтернативное название этой проблемы ее назвать проблемой копипейст, заключается в том, что кто-то использует чужой текст с целью выдать его за свой. То есть вот сравните формулировки, они на самом деле кажутся очень похожими, и тем не менее в них глубинная разница. Дело в том, что если используется чужой текст с этой целью выдать его за свой, то есть копипейст производится в квалификационной работе, то ущерб наносится не только и даже не столько автору работы, сколько всему обществу, которое присваивает специальность неквалифицированному специалисту. Этот специалист получает возможность оказывать обществу услуги несоответствующего качества. В случае научных статей ущерб наносится национальной, ну и в общем-то мировой науке, которая публикует либо недостоверные результаты, либо какой-то информационный мусор. Вот пример такого ущерба я покажу на следующем слайде. В этом году на фоне пандемии взорвал, можно сказать, мировое научное сообщество скандал, связанный с тем, что медицинские журналы New England Journal of Medicine и журнал OneSet опубликовали непроверенные факты относительно использования гидроксихлорина для лечения COVID-19. В статье было показано, что этот препарат вредит, хотя потом последующая проверка этих данных показала, что никакого вреда не наносит, то есть результаты фактически сфальсифицирован. Оказалось, что значительная часть при лечении значительной части больных принимались во внимание результаты этой статьи и вполне вероятно, что большого числа жертв COVID-19 удалось бы избежать, если бы эта статья не была опубликована. это пример влияния того, как недостоверные или сфальсифицированные данные оказывают влияние на нашу жизнь. В целом, проблема copy-paste, если ее так сформулировать кратко и без какой-то эмоциональной окраски, то она заключается в том, что подготовить с помощью современных информационных технологий несамостоятельную работу, гораздо проще, чем обнаружить эту несамостоятельность, не имея специальных инструментов. Таким специальным инструментом является система антиплогиад. Собственно, антиплогиад это специализированный поисковик, который предназначен для обнаружения заимствованных текстовых документов. Запросом является документ практически любого размера, любого текстового формата, а результат проверки интерактивный отчет, в котором подсвечен заимствованные тексты. Антиплогиад, система антиплогиад принимает на вход все текстовые источники во всех популярных форматах, представленных на слайде. Мы расширяем этот состав, но по большому счету, как вы видите, реально это то, с чем имеет дело значительная часть пользователей. антиплогиад, результат представляет в виде отчета, здесь на слайде представлен скриншот с основной формой отчета, а конкретный результат, полный отчет системы антиплогиад выглядит как текст проверяемого документа, в котором как маркером отмечены фрагменты, которые обнаружены в каких-то источниках, есть сводка доли заимствованного текста, доли цитированной, самоцитированной и доли оригинального текста. Список источников с правой стороны, сразу обращаю внимание, что это интерактивная форма, с ней можно работать включая источники, меняя их тип, это инструмент, который позволяет разобраться, что происходит с конкретной проверяемой работой. Важный вопрос, важный вопрос, это область поиска системы, антиплогиад ищет в огромном количестве источников, всего в системе на данный момент более миллиарда источников, и каждый месяц база поиска пополняется на 10 миллионов новых источников. Источники можно, скажем так, разделить на следующие части, во-первых, это интернет и открытые репозитории, туда входит коллекция учебных работ, банки рефератов, публикации в режиме Open Access, в том числе и публикации индексируемые Web of Sciences Opus, это открытые диссертации, квалификационные работы, это онлайн энциклопедии и масса-масса других источников, которые можно вообразить. По большому счету это вот то, что мы привыкли называть интернетом, то есть тот интернет, который, те тексты, те страницы интернета, которые вы можете достигнуть с помощью обычных поисковиков. Яндекс, Google, Bing и так далее. Вот все то же самое доступно и системе антиплагиат. Кроме этого, то, что недоступно через обычный интернет, требует каких-то закрытых доступов, это так называемые специализированные коллекции. Это диссертации и авторефераты из российской государственной библиотеки и национальной библиотеки Беларуси. Это статьи из научно-электронной библиотеки вайвери, включая закрытые статьи, то есть те статьи, к которым нет доступа у читателей. Это электронные книги и учебники, патенты России, СССР, то есть исторические патенты, это патенты стран СНГ, наших соседей, то есть это достаточно большое множество текстов патентов формул. Это законы и другие нормативно-правовые акты. Очень часто возникают вопросы с законами, связанные с тем, у юристов пишется работа, текст закона подсвечивается системой. Нужно отметить, что антиклогиат отделяет тексты законов и нормативно-правовых актов от других текстов и подсвечивает их как корректное цитирование. То есть сразу же эти тексты относятся к корректному цитированию. Совсем недавно появилась коллекция публикаций средств массовой информации, начиная от каких-то крупных СМИ и заканчивая региональными изданиями. Тоже эта коллекция пополняется ежечасно. То есть те средства массовой информации, которые выходят в реальном времени, публикации попадают в эту коллекцию. Кроме того, у каждой организации есть возможность вести собственную коллекцию. как правило туда самый разумный вариант, чтобы туда попадали ранее проверенные работы, дипломы, диссертации, статьи. И важно отметить, что объем этой коллекции неограничен. То есть туда можно поместить любое количество документов. Всего в индексе системы более 50 языков. Естественно, так как антифлагиат начинался как российский проект, система обнаружения заимствий на русском языке, это русских документов большинство, но тем не менее мы индексируем и огромное количество других языков, в том числе и документы на узбекском языке, и английский, и европейский языки, и крупные мировые языки. То есть это все находится в индексе системы. Важный момент, связанный с использованием системы, это обнаружение переводных заимствований. Фактически антифлагиат является уникальной системой, которая может обнаруживать перевод. То есть если автор возьмет текст, допустим, на русском языке, переведет его на узбекский, то это будет перевод, и на данный момент никто этот перевод не обнаружит. Мы запустили в 2017 году, мы запустили модуль обнаружения переводных заимствований, и в нем появилась возможность обнаружения переводных заимствований с английского на русский. Позже мы добавляли другие языки, и казахский, и киркейский. В этом году, до конца этого года, появится возможность поиска на 15 мировых языках, а к 22 году, мы доведем систему обнаружения переводных заимствований, до того, что будут включены 100 мировых языков, включая и узбекский. То есть, уже в ближайшее время, если кто-то будет с английского переводить на узбекский, с русского переводить на узбекский, то это уже будет обнаруживаться. Важный вопрос, важное серьезное внимание, мы уделяем безопасности данных и безопасности наших пользователей. В системе есть средства выявления технических обходов, то есть попыток мошенничества, когда пользуются теми или иными сервисами по повышению процента, по снижению плагиата, и они по-разному называются, но тем не менее, это, так сказать, те или иные технические средства, которые пытаются исказить слова, тот текст, который включен в документ, и система антиплагиат выявляет эти попытки, подсвечивает пользователю предупреждение о том, что проверяемый документ содержит такие попытки обхода. Вот как на слайде сейчас представлен вид, как это видит пользователь при анализе документов. антиплагиат Кроме того, система антиплагиат позволяет выявлять учетные записи, над которыми утрачен контроль пользователя. То есть, если, допустим, кто-то случайно разгласил свой пароль или тем или иным образом утратил контроль над своей учетной записью, антиплагиат такие записи автоматически выявляет, баллотирует и дальше их может разбаллотировать администратор ВУЗа того, той организации, в которой используется система антиплагиат. Это позволяет предотвратить ущерб, чтобы проверками не пользовались те, кому они не принадлежат. Кроме того, вот совсем недавно появилась возможность введения лимитов количества проверок для пользователей. Это очень полезная функциональность для организации. теперь системный администратор высшего учебного заведения, допустим, может для каждого пользователя установить тот лимит проверок, который пользователь может выполнить. Естественно, их можно менять, но в случае утраты контроля над учетной записью, ущерб будет ограничен вот этим лимитом. Важный вопрос, который волнует очень многих в последнее время, и в том числе задавались вопросы, вот я видел и сегодня на вебинаре, я еще на них отвечу, это вопросы, связанные с самоцитированием, то есть с использованием текста своих ранних произведений, предыдущих произведений в каких-то новых документах. А здесь в принципе это большая неисследованная область, малоисследованная область, когда что можно, когда что нельзя. мы с коллегами в прошлом году провели исследование и подготовили публикацию вместе с Анной Кулешовой и Ольгей Деленькой, подготовили публикацию, публикация, обращая внимание, находится в открытом доступе, на слайде есть ссылка, который можно перейти и скачать работу, прочитать. мы подготовили фактически практические рекомендации по тому, в каких случаях можно, в каких случаях нельзя, в каких случаях ограничено можно использовать текст из своих предыдущих публикаций. Вот здесь на слайде представлена матрица, в строчках находятся жанры, из которых заимствуется свой текст, а в столбцах жанры куда заимствуются. И вот, например, можно посмотреть, что из научной статьи, из своей научной статьи, в свою диссертацию можно использовать текст без ограничений. А вот, например, из монографии, воспользоваться текстом из монографии и опубликовать научную статью уже не получится. То есть, вы видите, что здесь знак, когда это фактически запрещено. В системе, как я уже говорил, в системе антиплагиат в этом году появился новый показатель самоцитирования, возник новый тип источников, тоже самоцитирование. Если ввести на карточку проверяемого документа ввести автора или авторов, то система автоматически выделит среди списка обнаруженных источников те, в которых присутствует указанный автор, и отнесет эти источники к самоцитированию. Это автоматический способ. Также есть возможность вручную, как показано в нижней правой части слайда, вручную поменять тип источника и отнести его к самоцитированному, если система не сделала по тем или иным причинам автоматически. Причина может быть, например, неправильное написание автора или отсутствие фамилии автора среди метаданных источников. Мы активно занимаемся развитием методологии использования системы антиплагиат. Вы видите на слайде ссылку на страницу на нашем корпоративном сайте, на котором выложены методики. Можно ориентироваться на эти документы при составлении внутренних вузовских документов по внедрению и по использованию системы обнаружения заимствования. Дело в том, что, как показывает наш, можно сказать, уже многолетний опыт, правильная методика использования системы обнаружения заимствования во многом является залогом успеха. Если, скажем так, внедрять систему как-то органически, то есть, раздать учетные записи и сказать проверяйте, не объяснив правила игры, правила использования системы, правила приема документов, отказа в допуске, допустим, или в публикации, то это приведет к хаосу. И вот, чтобы этого хаоса не было, мы занимаемся развитием методических рекомендаций. Я надеюсь, сейчас работаем над тем, сейчас идет издательский процесс, они также будут опубликованы, как уже самостоятельные произведения, как методики, и также будут находиться в открытом доступе. Участвуйте в вебинарах компании Антиплагиат, вебинары бесплатные, у нас очень большая активность, мы ее наращиваем постоянно, ну и кроме того, нужно отметить, что сейчас на фоне такого всеобщего перехода к онлайн-образованию, по понятным опять же причинам, у нас огромное количество вебинаров ведется, каждую неделю несколько вебинаров, пожалуйста, подключайте, выбирайте интересующие темы, обращаю ваше внимание, что если допустим даже время вам неудобно, но вы зарегистрируетесь на вебинар, то вам придет ссылка на видеозапись, вы потом сможете посмотреть этот вебинар в записи. Также хочу объявить, уже на этой неделе, буквально в четверг, в пятницу у нас пройдет тоже в онлайне пройдет конференция обнаружения заимствования 2020. Пятый раз пройдет конференция, первый раз в онлайне, на слайде представлена ссылка на регистрацию, еще не поздно зарегистрироваться, два дня очень интересных докладов, пожалуйста, регистрируйтесь, это тоже бесплатно, будет крайне интересная программа, крайне интересные дискуссии, приходите, участвуйте, смотрите, задавайте вопросы. Ну и в завершении присоединяйтесь к группе Facebook компании Антиплагиат, все анонсы, вот в том числе даже какие-то конкурсы, вот висит сейчас на слайде премьер конкурса, который проводится, конкурс так еще идет, можно также выиграть призы от компании Антиплагиат, тоже заходите, подписывайтесь, можно оставлять обратную связь, обращаю ваше внимание, что через Facebook работает, например, в том числе через Facebook работает служба поддержки, можно не обязательно отправлять email или звонить, можно написать в Facebook, наши специалисты поддержки оперативно отвечают на вопросы в том числе и в Facebook. Спасибо за внимание, давайте перейдем к вопросам, давайте перейдем к вопросам, к тем вопросам, на которые я еще не успел ответить. В некоторых работах следует цитировать некоторые высказывания из работ, как же быть, если в этом необходимость. Никаких проблем с тем, чтобы цитировать в своих работах произведения других авторов нет. А вообще погоня за тем или иным процентом заимствования или процентом оригинальности это погоня неправильная. Самая главная задача при любом использовании любого чужого или даже своего материала опубликованного ранее, это корректная ссылка. Необходимо сослаться, необходимо корректно отделить то, что сделано в этой работе от того, что сделано в других работах. Это ключевой принцип. Если этот принцип соблюдается, то в плагиате вас никто обвинить не сможет. По крайней мере обоснованно обвините. Вопрос от Элеса Каландарова. Система антиплагиат какие базы используют? Я имею в виду источники откуда, как вы расширяете источники, какие узбекские базы? Я описывал в течение доклада, я описывал те базы данных, которые система антиплагиат индексирует. Мы сейчас ведем работы по заключению соглашения и индексированию источников из Национальной библиотеки Узбекистана. Я надеюсь, что мы эти работы доведем до конца и материалы Национальной библиотеки Узбекистана также будут индексироваться компанией антиплагиат. Вообще баз очень много. То есть в мире огромное количество источников и я называл цифры, сейчас не буду их повторять. Это такая работа постоянная и очень активная. Количество источников растет неимоверными темпами. Ну, такой, наверное, философский вопрос от Талиба Апсаломова «Блогиат в 21 веке. Кому это нужно?» Хороший вопрос. Ну, вы знаете, видимо, раз все-таки копируют, раз все-таки философский философский обнаруживается, значит, это кому-то нужно. На мой взгляд, это нужно тем авторам, тем авторам, которые не хотят прикладывать достаточные усилия для того, чтобы сделать собственные оригинальные результаты и пытаются, ну, что называется, за чужой счет получить благо для себя. Либо диплом, либо количество публикаций, либо что-то еще. Единственным это можно объяснить. И действительно, серьезным барьером, на мой взгляд, серьезным барьером на пути тех, кто занимается неправомерным копированием, будет нетерпимость к этому явлению в целом. На самом деле, нужно отметить, что различие в специфике, допустим, западных подходов и наших постсоветских подходов к этим вопросам заключается в том, что на Западе гораздо менее терпимы к любым попыткам, к любым обнаруживаем случаем академических нарушений. Там это наказывается намного жестче, вплоть до исключения из профессии. Поэтому наша задача сделать так, чтобы это действительно не было никому не нужно, чтобы это было гораздо в большей степени опасно, чем полезно. Может ли учитель обвинить вас в флагиате, если он не может найти доказательства? Ну, обвинить, конечно, кто-то в чем-то может. Вопрос в том, что это будет голословное обвинение и как раз с точки зрения неправомерного заимствования очень четким доказательством является, собственно, два текста. Источник с понятной датировкой и ваш текст. Вот тогда действительно это обвинение будет доказательным и тогда оно будет обоснованным. Иначе это фактически можно сказать, что если таких источников не предъявляется, то это не более чем клевета. Как известно, сейчас в нашей республике основные диссертации пишутся на успеховом языке. Скажите, пожалуйста, ваша программа насколько качественно сможет проверять эти диссертации? Или у вас в партнерстве наши специалисты есть какие-то проекты направления? Да, но я уже немного говорил об этом. Мы сейчас ведем переговоры с Национальной библиотекой Узбекистана. Я надеюсь, что это позволит нам гораздо лучше работать с диссертациями на узбекском языке. Мы по другим направлениям работаем. То есть это пока наша точка роста, но в этом направлении работа ведется весьма активно. А также хотел бы отметить, что такой инструмент, как собственная коллекция организаций тоже позволяет эту проблему решать. По мере того, как вузы будут подключаться в системе антипругиат, будут накапливаться собственные базы у этих вузов и у организаций. И дальше качество поиска, естественно, будет расти. вы выдаёте определенные справки, если отправить вам статью или диссертацию. И будет ли как-нибудь гарантирована безопасность отправленного документа? Вы знаете, мы не занимаемся подготовкой справок, мы занимаемся развитием системы и инструмента. компания антипругиат, задача нашей компании в том, чтобы дать вам пользователям возможность проверить интерпретацию результатов, выводы по конкретной работе. Это задача экспертов. Мы считаем, что статью должна проверять, должен проверять журнал, пользуясь системой антипругиат. по поводу специалистов, владеющих колпасским языком для нашей компании. Спасибо за предложение, подумаем. Вообще говоря, в нашей компании в гораздо большей степени работают, ну, это так, чуть-чуть стоило, в гораздо большей степени работают математики и программисты, чем специалисты по языку. У нас нет ни одного специалиста, ну, в таком классическом, нет лингвистов в принципе, поэтому стараемся все вопросы решить математикой. Как вы считаете, как уменьшить копирующих? Вы знаете, если пропадет необходимость или пропадет какая-то выгода от копирования, их количество уменьшится, так скажем, естественным путем. Какие программы популярны для обнаружения плагиата я могу сказать, что на территории постсоветского пространства в России, в Казахстане, в Белоруссии, в Киргизии, в Таджикистане и вот я надеюсь, что и в Узбекистане самое популярное решение это антиплагиат, причем с большим отрывом. Всего на постсоветском пространстве системы антиплагиат пользуются более тысячи ста организаций и несколько миллионов человек. То есть, в общем-то, самое популярное решение вы точно знаете. Вы знаете, по тарифам я сейчас период использования программы каков, и они отдельно учительств по тарифам. Вы знаете, по тарифам мы свяжем вас с нашим отделом продаж, они проконсультируют гораздо более партифицированно. Сейчас просто на это уйдет слишком много времени в рамках онлайн семинара. Коллеги, пока вопросов, вот, видимо, пока ответил на все заданные вопросы, я хотел бы передать слово Ольге Сергеевне Беллингой для доклада. Ольга, ждем вас в эфире. Ну что ж, коллеги, мы с вами движемся дальше. Я в своем выступлении хотела бы коснуться вопросов именно методологических, методологии проверок учебных и научных текстов на заимствование в системе антиплагиат. И я хочу еще раз напомнить, что сегодня у нас проходит конкурс на самый интересный вопрос, заданный по ходу нашего онлайн семинара, и победитель получит небольшой приз от компании антиплагиат, где будут сувениры и сертификат на использование системы. Я вижу, что у нас большая активность во вкладке вопросы, так что вопросы приветствуются и продолжайте в том же духе. продолжайте в том же духе. Но, собственно, прежде чем перейти к методологии, давайте мы поговорим вот о чем. Это, в общем-то, вопрос, который самый первый возникает там, где задумываются об оригинальности научных и учебных работ, о проверках на заимствование. А чья, собственно, это зона ответственности? И, вы знаете, есть несколько разных подходов к этому вопросу. кто-то считает, что это зона ответственности именно самого автора работы, автора научной статьи, автора диссертации, дипломной работы, потому что именно он отвечает за содержание своей работы, ему принадлежат авторские права, и, значит, если в его работе плагиат, то и отвечать за это должен тоже он. Поэтому распространен такой подход, когда редакция журнала говорит автору, который присылает рукопись, пожалуйста, предоставьте вместе с рукописью, предоставьте нам справку о проверке на заимствование. То же самое встречается в диссертационных советах, когда диссертационный совет сам не хочет этим заниматься, просто говорит соискателю, приложите к вашей диссертации справку о проверке. Второй подход заключается в том, что все-таки это зона ответственности той организации, куда работа предназначается. Это вуз, это кафедра или это диссертационный совет, созданный в этом вузе или в научно-исследовательской организации. Это издательство, это редакция научного журнала. Почему? Потому что кто же будет нести ответственность за опубликованную статью? Конечно же журнал. Если в этой статье будет обнаружен плагиат, то претензии будут прежде всего к журналу. Журнал подписывает договор и к нему, как правило, переходят не исключительные авторские права. И к журналу могут быть претензии как со стороны автора, чьи права были нарушены, так и со стороны других юридических лиц, вплоть до судебных исков. Небольшая проблема это ретракция статьи, серьезная проблема это уже судебные иски. То же самое касается диссертационного совета. Вряд ли диссертационный совет хочет получить какие-то претензии со стороны ученых, чьи авторские права были нарушены или замечания со стороны ВАГ о том, что в этом диссертационном совете защищаются диссертации некачественные, которые представляют собой компиляцию из чужих работ. Но это, в общем-то, угроза закрытия такого диссертационного совета и вряд ли кто-то этого хочет. И наконец есть позиция, что это вообще-то забота регулятора. Есть государственные органы, контролирующие органы, есть высшая аттестационная комиссия, Минвуз. Вот пусть они этим занимаются. Пусть ВАГ каждую диссертацию проверяет на заимствование. Пусть Министерство высшего и среднего образования занимается контролем качества работ, дипломных работ, студенческих работ. То есть вот такие разнообразные позиции. И коллеги, очень интересно было бы узнать ваше мнение. Поэтому сейчас у нас еще один небольшой опрос появится на экране. я предлагаю вам выбрать тот вариант ответа, который вам кажется наиболее правильным. То есть проверка научных и учебных работ на заимствование. Это зона ответственности чья? Самого автора работы, организации, куда предназначена работа. Это ответственность регулятора, то есть ВАГ, Минвуз. Или может быть всех перечисленных. я сейчас запускаю голосование. Пожалуйста, непосредственно на экране пометьте галочкой тот вариант ответа, который вам ближе, который вы считаете правильным. Вот какова ваша позиция, чья же это зона ответственности. поставьте галочку и нажмите завершить голосование. Давайте буквально мы одну минутку потратим на опрос. голосование. Пожалуйста, голосуйте. 55 участников у нас уже проголосовали. Давайте еще буквально полминутки. Очень интересные результаты. Итак, коллеги, я завершаю голосование. Я завершаю голосование и вы можете видеть сейчас результаты на экране. Можете видеть результаты на экране, но давайте посмотрим. Самый популярный ответ это всех вышеперечисленных. 29 человек так ответило. Где-то поровну 18 и 19 разделились голоса между самого автора работы и организацией, куда предназначена работа. Видите, здесь у нас такой паритет. Ну и небольшое количество участников отнесло это все-таки к компетенции регулятора ВАГ и Минвуз. Так, давайте я вернусь к презентации. Вот. Ну, позицию контролирующих органов, позицию регулятора мы сегодня вынесем за скобки. Что хотелось бы сказать? Конечно, и автор, и организация, куда предназначены работы, они, конечно, заинтересованы. Обе стороны заинтересованы. Почему? Если говорить о ВУЗе, о выпускающей кафедре, то есть, о проверке дипломных работ. Во-первых, проверки на заимствование, они, конечно, позволяют повысить ответственность студентов за содержание тех работ, которые они пишут, исключить скачивание готовых работ, снизить риск работ на заказ, то есть, работы, которые написаны не студентом, а кем-то за плату определенную, предотвратить двойную сдачу. Это то, о чем говорил Марат Алимович в своем выступлении, что реально удалось повысить качество дипломных работ, студенческих работ, и тем самым повысить рейтинг и престиж ВУЗа. Если мы говорим о диссертационном совете, то выполнение таких проверок именно диссертационным советом, они, конечно, позволяют повысить качество диссертаций, которые будут защищаться в этом совете, исключить диссертации, которые представляют собой компиляцию из чужих исследований и избежать претензий со стороны регулятора. То есть это риск просто закрытия диссертационного совета, риск каких-то претензий со стороны ученых, чьи авторские права были нарушены. Если мы рассмотрим редакцию научного журнала, то, конечно, проверки на заимствование рукописей, которые поступают в журнал, они позволяют повысить качество научного контента, избежать ретракции статей, обеспечить соблюдение авторских прав, и тем самым снизить и риски судебных исков, и тем самым защитить имидж и репутацию научного журнала. Но и автора тоже нельзя, конечно, сбрасывать со счетов. Безусловно, такая проверка позволит увеличить шансы на публикацию или на успешную защиту, если речь идет, скажем, о дипломной работе или о диссертационной работе. это защита своих авторских прав, потому что проверить можно не только рукопись, которая готовится к публикации, но и уже опубликованную статью, и вы можете увидеть заимствование из вашей статьи, и убедиться, а сделаны ли ссылки на ваш текст, или человек тоже как-то нарушает ваши авторские права, и тогда нужно бить тревогу. Таких случаев очень много, к сожалению. позволяет избежать ретракции статей данного автора, и в итоге, конечно, сохранить свою научную репутацию, потому что не всегда неправомерные заимствования, они возникают по злому умыслу, иногда они могут возникать по оплошности, по неопытности, особенно если это молодой начинающий автор, молодой исследователь, такое тоже может происходить. Ну, а мы с вами движемся дальше, и собственно основной вопрос, как оценивать вообще оригинальность научного или учебного текста. Ну, и сразу хочу оговориться, что, конечно, оригинальность не может служить единственным критерием. Мы с вами понимаем, что мы можем написать наукообразный текст, 100% оригинальный, но он не будет представлять никакой научной ценности, более того, мы можем написать 100% оригинальную чушь, поэтому оригинальность это только один из критериев и ни в коем случае нельзя, например, оценку студенческой дипломной работы привязывать к проценту оригинальности. А мы такие примеры сегодня видим, когда в ВУЗе существует табличка, что там свыше 80% оригинальности это отлично, там от 60 до 80 это хорошо, ниже 60 это удовлетворитель, я условно говорю, да, это абсурд, нельзя опираться именно только на этот критерий. О чем хотелось бы поговорить? Почему нельзя ориентироваться только на процент? Каков должен быть алгоритм экспертной оценки научного текста? и полный отчет как инструмент эксперта? Это три основных момента, о которых хотелось бы коснуться. Как правило, это уже известно из практики и российской и практики других стран, с чего начинает ВУЗ или научная организация, которая решает у себя внедрить проверки на заимствование. Они устанавливают порог процента оригинальности. и используют его для всех работ, зачастую вообще для работ любых жанров один и тот же пороговый процент. То есть, что диссертация, что студенческая работа, хотя, конечно, это некорректно, хотя бы потому, что в диссертации будет очень большой процент самоцитирования, потому что у соискателя есть уже научные публикации, это не учитывается. Но самой большой проблемой, на наш взгляд, является то, что процент оригинальности используется как единственный критерий оценки учебных научных работ. И если вы посмотрите на вкладочку «Вопросы» нашего сегодняшнего семинара, то вы увидите, какое большое количество вопросов было задано именно про процент. А какой процент в скопусе, а какой процент для диссертации и так далее, и так далее. нигде ни одним нормативным документом такой процент не установлен. Почему некорректно опираться на процент? Представьте себе ситуацию, что мы будем оценивать игру оркестр, основываясь только на одном критерии – громкости. вот поставим порог 80 децибелов. Если играют с громкостью более 80, значит, играют хорошо, молодцы. Если играют тише, чем 80, значит, все, играют плохо. Играют ли они по нотам или они играют фальшиво, выразительно, слаженно, мы ничего учитывать не будем. Согласитесь, что это абсурд. Точно так же, если мы будем оценивать работы, скажем, диссертационные работы только на основании процента, мы получим абсурдную ситуацию. Представим себе, у нас есть три диссертации. Три диссертации обозначили их А, Б и С, и у них одинаковый процент оригинальности, скажем, 70%. В наших глазах, если мы пойдем в этой логике, будем смотреть только на процент, эти работы будут одинаковы. И если мы установили, скажем, порог 80, все три работы у нас не пройдут. Если мы установили порог 70, все три диссертации у нас пройдут, будут допущены к защите. А на самом деле, если мы проанализируем работы и посмотрим правомерность заимствований, то мы можем увидеть, например, следующую картину, что первая работа она по праву юриспруденция, поэтому там очень много цитат из нормативно-правовых и судебных актов, и поэтому оригинальность меньше, но работа сама, хорошая. Работа Б, например, по филологии, там очень много цитат из литературных источников и из работ критиков, как иллюстрации мнения ученого, и поэтому тоже оригинальность может быть ниже. А третья работа у нас представляет собой компиляцию из чужих диссертаций, и она не имеет никакой научной новизны, никакой научной ценности. То есть по сути это что? Реферат. Но опираясь только на проценты, мы видим, что они одинаковые, и мы принимаем одинаковые решения по всем трех диссертациям, что, согласитесь, конечно, некорректно. к чему приводит такой подход? Такой подход приводит к тому, что авторы вынуждены заниматься совершенно рутинным и бессмысленным трудом, переписывать собственные тексты, рерайтить, чтобы скрыть заимствование, рерайтить заимствованные фрагменты, добавлять какие-то малозначащие фрагменты, то, что называется лить воду, и прибегать к техническим обходам. Вряд ли это способствует развитию науки. Мы все это понимаем. Скорее, это тормозит развитие науки. И очень хочется, чтобы система антиплагиат и другие системы поиска заимствований были инструментами, которые способствуют развитию науки, а не препятствуют. При процентном подходе получается именно так. Поэтому необходима, конечно, экспертная оценка правомерности заимствований. Важно понимать, что система антиплагиат и любая другая система поиска заимствований дает предварительный результат. Дальше каждая работа должна оцениваться экспертом. Цель эксперта в этом случае состоит в том, чтобы оценить правомерный и корректный ли заимствование в этой работе. Результатом работы такого эксперта является экспертное заключение. Важно, что автор работы не может выступать в роли эксперта. И, конечно, в организации необходим регламент, который устанавливает требования к работам, процедуры проверки, процедуры принятия решений. И, конечно, подход к оценке должен быть дифференцированным в зависимости от жанра работы. Если это студенческий реферат, это один уровень требований, если это докторская диссертация, то это совсем другой уровень требований. Мы предлагаем вот такой алгоритм подобной экспертной оценки. Я не буду, конечно, сегодня на нем детально останавливаться. Приходите на наши вебинары, где мы подробно с примерами рассматриваем проверку и студенческих работ, и научных работ. Но, если коротко, то первый шаг, который рекомендуется, это убедиться в отсутствии попыток технических обходов. И система антиплагиат вам в этом успешно помогает. Юрий Викторович в своей презентации показывал. Кстати, коллеги, я забыла сказать о том, что презентацию Юрия Викторовича можно скачать сейчас на вкладке файлы. Она все-таки загрузилась, вы можете ее скачать, она доступна. Второй шаг, это оценить источники заимствования на наличие связи с автором работы. То есть убедиться не является ли источник самоцитирования. И такая возможность тоже сейчас есть реализована в системе антиплагиат. Об этом тоже было в презентации Юрия Викторовича. Есть отдельный показатель самоцитирования. И после того, как мы отделили самоцитирование, мы можем оценить правомерность заимствования из других источников. И здесь мы можем с вами столкнуться и с правомерными заимствованиями, и с неправомерными заимствованиями. Такими правомерными, такими, как, скажем, корректно оформленное цитирование, список литературы, цитаты из нормативно-правовых документов и так далее. И с неправомерными, такими, как, например, переводные заимствования, перефразирования, которые тоже сегодня система антиплагиат успешно распознаются. в любом случае повторюсь, что нужно помнить, что результаты проверки в системе антиплагиат являются предварительными. Окончательное решение должен принимать эксперт. И для этого в системе есть замечательный инструмент, это полный отчет. Причем этот полный отчет является редактируемым, то есть эксперт может его отредактировать при проверке. Выглядит он вот таким образом, то есть вы видите здесь текст работы, который размечен цветами, вот зеленый цвет это цитирование, красно-оранжевый такой цвет это заимствование и желтый это самоцитирование, соответственно белый фон это оригинальный текст. Здесь приведены результаты в процентах, сегодня это 4 показателя заимствования, самоцитирования, цитирования и оригинальность, которые в сумме дают 100%. И также здесь имеется список источников, с которыми очень удобно работать, его можно анализировать и делать выводы о правомерности заимствований. Полный отчет можно редактировать, то есть он не является какой-то истиной в последней инстанции. Таких возможностей 3 это отключение источника, это отключение отдельных заимствованных блоков и изменение типа источника. я не буду повторюсь подробно останавливаться, приходите пожалуйста на наши вебинары и там мы все подробно рассказываем. сейчас очень коротко отключение источника делается просто путем снятия галочки с этого источника и нажатием кнопки пересчитать. Отключение заимствованного блока, например, списка литературы также очень просто кликнуть мышкой и выбрать отключить, после чего этот фрагмент становится серого цвета и уже учитывается как оригинальный текст. и третий вариант изменения типа источника это в списке источников кнопка изменить тип и дальше можно выбрать цитирование или самоцитирование. Вот я вижу, что моя коллега Ольга Филипова в чате разместила ссылку на расписание наших вебинаров. Пожалуйста, регистрируйтесь. Ну и третий момент коллеги, которого мне хотелось бы коснуться это возможности для дистанционного обучения. К сожалению, сейчас действительность такова, что это очень востребовано и многие вузы работают полностью на дистанционных технологиях, многие вузы работают сейчас в смешанном формате, то есть и очные, и дистанционные технологии. Поэтому я хочу отметить, что система антиплагиат она предоставляет все возможности сегодня для удаленной работы со студентами для использования дистанционных технологий в обучении. Во-первых, наша интернет-версия она доступна с любого компьютера, подключенного к сети интернет. То есть нет привязки к именно вузу, к кампусу, к конкретному компьютеру в библиотеке. Нет, интернет-версия позволяет вам работать и студентам работать из дома, из офиса, из командировки, там, где вы в данный момент находитесь. Кроме того, у нас реализована очень удобная схема взаимодействия преподавателя и студента. Вы видите ее сейчас на слайде. Если коротко, суть в том, что есть кабинет для преподавателя и свой кабинет есть у студента, он получает свой студенческий доступ и благодаря этому они могут очень удобно взаимодействовать. То есть преподаватель может создать задание и пригласить студентов. Студент получает возможность самостоятельно загрузить свою работу, а преподаватель у себя в кабинете видит уже готовый отчет, может его анализировать, может писать комментарии для студента, замечания свои, пожелания и принять решение. То есть либо работу оценить, либо отправить ее на доработку. Студент, соответственно, в своем личном кабинете сразу же видит все эти результаты, все замечания преподавателя, видит процент оригинальности и видит решение, то есть была ли работа отправлена на доработку. Ну и также очень удобно, что здесь предусмотрена автоматическая индексация работы и автоматическая загрузка в электронную библиотечную систему организации. Что дает эта схема? Она прежде всего позволяет исключить личные встречи преподавателя со студентами, то есть студент работает с домашнего компьютера, преподавателю тоже все результаты доступные в личном кабинете, он тоже может работать из дома, тут же он оставляет комментарии, тут же студент видит эти результаты у себя в кабинете. Ну и конечно это контроль расходования проверок, потому что студент у нас грузит работы не до бесконечности, а преподаватель может ограничить количество попыток не более пяти, а студент не загружает туда все, что он хочет по собственной инициативе, а только именно по заданию, по приглашению преподавателя, то есть мы предусмотрели все вот эти вот ограничения по информационной безопасности. Вот, Ольга меня опередила, коллеги, обратите внимание на чат, там запись последнего вебинара по взаимодействию преподаватель-студент, вот, также она есть в презентации, если вас эта схема заинтересовала, пожалуйста, можно подробнее ознакомиться. Ну и, конечно, это автоматическая обработка результатов, то есть это статистика и по студенческим работам, и по оригинальности, это очень удобно для вуза, для университета иметь вот такую статистику. Вторая возможность для дистанционного обучения, это наши готовые решения для интеграции. У нас есть решение для интеграции системы дистанционного обучения Moodle, даже два таких решения, для систем автоматизации библиотек MegaPro, для систем автоматизации учебного процесса AfterBus и Uniar образовательный портал ТОП-365. Ссылки также здесь присутствуют, если вы хотите подробнее, так сейчас я поделюсь, поделюсь в чате. Поскольку я знаю, что в Республике Узбекистан популярно использование системы Moodle, то я здесь чуть подробнее хотела бы остановиться. Дело в том, что сейчас накапливается уже очень интересный опыт дистанционного обучения, и в том числе работы в условиях интеграции систем. И этот опыт показывает, что проверять это можно таким образом не только дипломные курсовые работы, но можно сессию проводить в дистанционном формате и при этом проверять письменные экзаменационные ответы студентов на заимствование, то есть понимать, насколько самостоятельно студент подготовил экзаменационный ответ. Мы же не видим с вами, как он там дома, как он готовится, а также осуществлять текущий контроль, то есть в течение семестра проверять эссе, рефераты, проектные работы и так далее. В чате сейчас ссылочка на статью, которую мы подготовили с коллегами из казну имени Альфа-Раби и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Пожалуйста, вот если такая интеграция вас заинтересовала, забирайте ссылку и читайте. Ну и наконец, если у вас используется не Moodle, а какая-то другая информационная платформа в вашем университете, то интеграция тоже возможна. То есть проверки на заимствование могут быть успешно встроены в эту систему, в эту платформу благодаря API. API нашим подписчикам предоставляется бесплатно, но здесь уже интеграция осуществляется силами ВУЗа. Конечно, мы помогаем, предоставляем документацию, предоставляем перечень примеров, проводим вебинары и, кстати, уже 29 октября пройдет вот такой вебинар. Сейчас я тоже дам ссылочку. Регистрация уже идет, если вас такая интеграция интересует, то, пожалуйста, приходите. Итак, давайте подведем итог. Система антиплагиат это всего лишь инструмент эффективный, современный, продвинутый, если хотите, но инструмент для обнаружения оценки правомерности заимствований. И оценка только по проценту оригинальности, то есть такой механический подход, механистический подход, я надеюсь, что мне удалось вас убедить, это невалидный метод. То есть судить о правомерности заимствований должны эксперты. Только эксперты, то есть участие человека здесь необходимо. Ну и постаралась также донести возможности системы антиплагиат для дистанционной работы со студентами. конечно, чтобы получить те результаты реального повышения качества работ, нужно приложить усилия. Здесь на слайде вы видите очень крупными мазками те шаги, которые нужно сделать в ВУЗе или в научной организации для внедрения системы антиплагиат. И я очень благодарна Марату Алимовичу за его такой вывод, что только спустя время они почувствовали именно результат от внедрения системы. Конечно, я не хочу сказать, что это обязательно два года, но результат не появится по щелчку пальцев. То есть необходимы все-таки усилия по внедрению вот этой культуры, по работе со студентами, по работе с преподавателями, и тогда действительно мы получаем реальные результаты. Компания антиплагиат со своей стороны вот и Юрий Викторович уже об этом говорил, оказывает методическую поддержку ВУЗам. У нас есть специальная страничка, где мы подготовили для вас методические рекомендации по использованию системы. Сейчас я тоже поделюсь ссылкой. Пожалуйста, ссылка в чате. Мы проводим вебинары, проводим бесплатное обучение. Коллеги, мне пишут, что не видно презентации. Пожалуйста, поставьте плюс, если вы видите сейчас презентацию. Все ли у нас в порядке? Да, значит, это точечная проблема. Сейчас наши администраторы помогут ее решить. Мы проводим бесплатное обучение, онлайн обучение. И я еще раз всех приглашаю на наши вебинары. Ольга, пожалуйста, можно продублировать еще раз ссылку на расписание, если вдруг кто-то не успел. Гульнара Андреева, подскажите, пожалуйста, есть ли какое-то наказание за использование чужих работ или это этический момент? Ну, Гульнара, этический момент, да, безусловно. Наказание, вы знаете, я, к сожалению, не владею информацией по законодательству Узбекистана. В России, конечно, весьма редко подаются иски о нарушении авторских прав именно в научных работах, да, но тем не менее статья такая есть и наказание предусмотрено, да, вот, но в большей степени это все-таки этическая проблема. Каковы преимущества антиплагиат от других программ? Ну, коллеги, вы знаете, об этом очень подробно говорил Юрий Викторович в своем выступлении, да, поэтому, если позволите, я коротко. Прежде всего, это русскоязычная база документов, это закрытые коллекции, такие, которые отсутствуют в других аналогичных программах, это коллекция диссертаций Российской Государственной Библиотеки, это коллекция научных статей Е-Лайбрари и так далее, потому что мы, несмотря на то, что уже сколько, 30 лет, да, наши республики существуют как независимые совершенно государства, но, тем не менее, мы все-таки живем в таком едином научно-образовательном пространстве, и, как показывает практика, заимствования чаще всего происходят именно из этих баз, не из коллекций западных журналов, а вот все-таки из этих баз, поэтому это важно, это первое преимущество, второе, это, безусловно, наш уникальный алгоритм поиска переводных заимствований, если коротко, три момента, вот, и, конечно, это поиск перефразирований, то есть, это не только поиск дословных совпадений, что умеет большинство программ, дословные совпадения находится, но и поиск перефразирований, когда недобросовестный автор с целью скрыть заимствование, он начинает пересказывать текст другими словами, чужой текст своими словами и при этом не ставит ссылку на заимствование, то есть, по сути, он поступает неправомерно, недобросовестно. Так, вы знаете, наверное, я попрошу сейчас помощи Юрия Викторовича, потому что здесь такой интересный вопрос. Юрий Викторович, подключайтесь, пожалуйста, Зафар Халыев, скажите, пожалуйста, изменения были внесены в функционал вашей системы после критической оценки Дмитрия Анатольевича Медведева. Дмитрия Анатольевича. спасибо за вопрос. Ну вот, да, я увидел этот вопрос чуть раньше, задумался, и, если честно, пришел к следующему выводу, что изменения в систему, они вносились вне зависимости от критических замечаний Дмитрия Анатольевича. То есть, безусловно, мы о них знаем, но важный момент, скорее, скорее, это посыл тем, вот это замещание, кто пытается использовать систему как критерий. Невозможно, то есть, то, о чем мы говорим на самом деле практически на каждом вебинаре, в каждом выступлении, невозможно использовать, неправильно использовать любые системы обнаружения заимствований как некий измерительный прибор. Вот, приложили линейку, померили, оказалось там больше определенного уровня, значит хорошая работа, меньше значит плохая. Вот так система обнаружения заимствований не используется. Система обнаружения заимствований это инструмент, который, конечно, надо правильно использовать и понимать его границы, понимать его возможности. То есть, понятно, что если, допустим, с помощью сита вычеркивать воду, то это будет, наверное, не самый эффективный способ набрать воды или там с помощью, не знаю, граблей пытаться вскапывать землю. То есть, понятно, что есть инструменты, есть, у каждого инструмента есть правильный, предусмотренный разработчиком способ его использования и как раз у системы антиплагиат способ, правильный способ использования это экспертиза, это оценка работы экспертом. Вот в этом случае, в этом случае все будет хорошо и, в общем-то, я думаю, что даже Дмитрий Анатольевич не будет возражать против такого использования системы антиплагиат. Хотя, безусловно, с тех пор прошло уже достаточно много времени и в систему вынесено огромное количество изменений и мы не останавливаемся. У нас более 50 человек в разработке, в производстве каждый день работают над совершенствованием системы антиплагиата. Еще вот интересный вопрос от Ирины Гребян. Куда надо бить тревогу, если все это бесполезно? Бесполезно. Спокойно меняют фамилию на другую и ты в пролете, извините, да? При этом ничего сделать невозможно, просто спокойно сокращают с работы. Правда, не совсем понятно, о чем вопрос, где меняют фамилию в тексте статьи, наверное. Ну да, вот это не очень понятно, где можно поменять фамилию, что-то улучшить. Наверное, да, из работы можно выкинуть те фрагменты, которые заимствованы. Но, в принципе, если после этого останется оригинальный текст, может, это уже не так плохо. То есть, это, ну, по сути, не включать в работу неправомерное заимствование. А по большому счету, по большому счету, я тоже сделаю отсылку к тому, что говорил Марат Алимович, ведь задача системы это не наказание. То есть, у нас нет задачи сделать так, чтобы кто-то пострадал. У нас есть задача, миссия, можно сказать, в том, чтобы научить студента, автора, ученого правильно оформлять те фрагменты, которые он заимствовал. Если фрагменты отмечены правильно, если правильно отделен авторский текст от заимствованного, это уже отличный результат. И если мы этого добились, даже вот помощью таких, может быть, непростого пути, то, наверное, это уже неплохо. Мамура Халилова, может ли быть ошибка в заключении существующей системы антиплагиата? Ну, коллеги, вот я попыталась донести мысль, что система, компьютерная программа не может делать заключение, заключение делает человек, человек, то есть, несмотря на использование всех технологий искусственного интеллекта, все-таки заключение делает человек, а не программа, поэтому в заключении человека могут быть ошибки, безусловно, ну, как и в любой сфере, мне кажется. Так, Алимбай Сатыбаев, вы подняли очень правильно вопрос, только оригинальность не должен стоять на первом месте, хотя везде на первом месте находится процент оригинальности. Да. Как распространить ваше предложение о включении экспертной оценки? Это очень сложный вопрос. Вот мы пытаемся со своей стороны, да, вы видите, что мы проводим вебинары, мы проводим онлайн-семинары, 22-23 октября у нас состоится онлайн-конференция обнаружения заимствований, но без вас, без вашего участия мы ничего не сможем сделать. Давайте делать это вместе, давайте поднимать вопрос на заседании кафедры, на ученом совете, в своих университетах, на местах. Предлагайте наши методические рекомендации, разрабатывайте свои. Здесь нужно движение с двух сторон навстречу, и тогда, наверное, у нас что-то получится. Я бы хотел здесь еще добавить, если можно. Здесь такая область, в которой, как показывает практика, правильное движение снизу. Ожидать, что кто-то наверху в министерстве, в правительстве, в БАКе напишет правильную инструкцию и спустит ее сверху, вот пользуйтесь, это наивно. Как показывает наш 15-летний опыт работы в этой области, так не происходит. В лучшем, так сказать, в самом нормальном случае это правильную устоявшуюся практику принят наверху и утвердят в качестве тех или иных подзаконных актов. Поэтому та возможность, по которой мы должны сегодня работать, это действительно, вот я повторю слова Ольги, сделать так, чтобы в своей организации были приняты правильные локальные акты, корректные, разумные, профессиональные и рано или поздно вода камень дочит, это дойдет и до регулятора. Юрий, вопрос явно к вам. Абрай Артураев, ой, нет, прошу прощения, перескочила. Раз у меня убежал вопрос. Да, вопрос Куралбай, Кадерниязов, система антиплагиат, на каком алгоритме работает? Ну, вы знаете, вопрос, вопрос приятный, конечно, но явно за рамками мы переберем время. Я рекомендую обратиться к блогу компании антиплагиат на ресурсе хабарком. Мы выкладываем туда статьи, такие в научно-популярном ключе, так сказать, из разряда как это работает, но это очень непросто, то есть об этом можно говорить часами, поэтому спасибо, но вот сопоставление текстов, и там очень много, информационный поиск вообще колоссальная область. Так что пока вот очень коротко. Игорь Вихров, если я правильно прочитала фамилию, сегодня в Европе идет тенденция к открытой науке, то есть к открытой доступной ЭТАК. Ваша система коммерческая, насколько вы в будущем планируете также участвовать в развитии концепции Open Science, и можно ли ожидать в ближайшем будущем бесплатный доступ к вашей программе? Здесь некоторая смесь. Дело в том, что открытая наука не предполагает того, что за издателем никто не платит, просто смещается фокус. Если в прежней модели, в подписной модели издателю платила организация, которая читает, то сейчас так называемые АТС, то есть издательские расходы компенсирует арток процесс и чарджи компенсирует автор или грандодатель, но тем не менее издатель без денег не сидит. В некотором смысле мы можем сказать, что у нас тоже есть выбор того, кто за наши услуги может платить. Это может платить организация, или это может платить государство, выбор есть, но бесплатными как таковыми они точно не будут, потому что в нашей области то, что бесплатно, то есть в области обнаружения заимствований, это либо очень низкое качество, либо мошенники, цель которых получить ваши работы, поэтому я бы здесь хотел предостеречь от использования бесплатных сервисов. задумайтесь, когда вы отправляете работу в бесплатный сервис. Бесплатный сервис ее получит, и она там останется. Как бы потом эта работа не всплыла где-то еще. Вот обратите внимание, пожалуйста, на это. Коллеги, давайте, наверное, последний вопрос, поскольку время у нас заканчивается. Абрар Тураев, как развитие информационных технологий повлияет на услуги по борьбе с плагиатом? Ну, вопрос очень объемный. Вы знаете, действительно появляются новые технологии. Если мы 15 лет назад начинали на чисто, скажем так, алгоритмических информационно-поисковых способах, то есть алгоритм, так называемый алгоритм шинглов, мы использовали, ну, и до сих пор использовали тогда для поиска заимствований, то есть сейчас, например, все активнее используются алгоритмы машинного обучения, нейронные сети, диплёрнинг и так далее. И информационные технологии, они, как бы сказать, в двух ипостасях здесь участвуют. С одной стороны, они создают проблему за счет, как я уже говорил, за счет того, что появляется возможность копирования. С другой стороны, они дают возможность обнаружения этого копирования. Поэтому мы используем самые передовые технологии, в некоторых вопросах даже, в общем-то, их развиваем. так сказать, в общем, тема обширная, интересная, я могу, все, что могу порекомендовать, приходите на конференцию обнаружения заимствований, в том числе, в пятницу, последним докладом, последним по порядку на непозначению заявлен доклад нашего коллеги Андрея Ивахненко будет рассказывать, так сказать, про будущее антиплагиата и в том числе про алгоритмы, новые возможности и так далее. Вот про все вот эти моменты. так, ну что ж, коллеги, давайте мы подведем итоги сегодняшнего онлайн-семинара. Нам очень важно ваше мнение, ваша обратная связь, поэтому сейчас большая просьба, напишите, пожалуйста, в чате вот буквально одной фразой, что было для вас сегодня наиболее важно, наиболее значимо. Вот ваш главный тезис сегодняшнего семинара. А пока вы пишете, мы подведем итоги нашего конкурса на лучший вопрос. Сложно нам будет. Ну вот, все-таки, наверное, хотя вопросов было много и они, много очень интересных и важных вопросов, но в результате такого сложного отбора, сложного выбора мы бы хотели наградить за вопрос с цитатой из Дмитрия Анатольевича Медведева Зафара Халыева. Собственно, ну да, скажем так, вопрос с выдумкой и потребовал размышлений. И Зафару мы отправим вот такую коробочку от компании «Лугиад». здесь сувениры и также сертификат на использование системы. Вот это все мы вам свяжемся и отправим вам по почте. Так, коллеги, а мы смотрим на то, что происходит у нас в чате сейчас, где мы подводим итоги нашего онлайн-семинара. Антиплагиат это типа антивируса для компьютера, но в вашем случае для научной работы. Хорошая ассоциация, да, да. Так, уважать авторов научных работ. Роль антиплагиата. Отдельное спасибо за таблицу самоцитирования в зависимости от жанра научной работы. Мы старались. Используйте. Слушайте, стихи нам даже пишут «Не копируй и вставляй, своим мозгом сочиняй». Но это очень созвучно нашему девизу «Творите собственным умом борьба с плагиатом». Екатерина Черниченко. Все хорошо, но где эти эксперты, которые будут оценивать работы после проверки программы? Эти эксперты на местах, в вузах, на кафедрах, в дистрибционных советах. Это вы. Да, это вы. Более того, мы сейчас готовим совместно с нашим партнером Директ Медиа онлайн-курс повышения квалификации, где мы будем обучать таких экспертов. И они просто будут полностью во всеоружии. Есть ли у меня ссылка? Боюсь, что нет. Попрошу тогда сейчас наших администраторов поделиться ссылочкой. Не нарушайте авторское право. Для предотвращения плагиата среди студентов при написании курсовых работ предполагаю, необходимо улучшить качество обучения, а также необходимо учитывать язык обучения. Качество, да, безусловно, конечно, но язык, как учитывать язык? Наверное, на любом языке не должно быть плагиата, не должно быть заимствований неправомерных. Умные люди делают хорошие дела. антиплагиат дает возможность оценить качество текста и понять, какие фрагменты текста необходимо доработать. Было здорово, время незаметно прошло. Предстоит внедрять новшества в сфере антиплагиат. Я использовала эту систему раньше. Система настолько идеальна, как я ожидала. Нужно только укреплять сотрудничество с ВУЗами. Спасибо организаторам. Мы готовы, да, мы готовы со своей стороны укреплять сотрудничество с ВУЗами. Так, о, большое спасибо за напоминание. Я не открыла доступ к моей презентации. А, нет, доступ открыт, коллеги, да. Доступ открыт, можно скачать презентацию и она будет в рассылке. Так, чистая наука залог прогресса. Здорово. Так, ну что ж, коллеги, наверное, мы будем на этом заканчивать. Спасибо огромное вам, всем тем, кто сегодня пришел, всем тем, кто активно участвовал. Также я хотел бы поблагодарить наших коллег, которые были сегодня за кадр, помогали, администрировали сегодняшний вебинар Таулько Филиппов и Сергей Дерюгин. Спасибо Марату Алимовичу за выступление и за, на самом деле, те идеи, которые, кстати, на которые мы сегодня уже неоднократно ссылались, и я уверен, что будем использовать в дальнейшем. Спасибо за внимание и до свидания, до новых встреч. Уважаемые коллеги, я хочу напомнить, что у нас, у компании «Антиплагиат» есть официальный представитель в Республике Узбекистан, и их контакты вы видите сейчас в чате, давайте я продублирую еще раз. Это компания «Елайн Пресс», куда вы можете обратиться, не обязательно звонить и писать в Москву, в московский офис, можете обратиться, если у вас возникли вопросы, и если вас интересует сотрудничество, то, пожалуйста, это компания «Елайн Пресс», и все контакты вы сейчас видите в чате. Всем большое спасибо за внимание, за вашу активность, всего доброго, до свидания. До свидания.